Наглый человек, который не стыдится Всевышнего Аллаха, он не удерживает свой язык от скверных слов. То есть всегда можно... Человек вроде как молится, постится. Бывает у него, слава Аллаху, что-то исходят плохие слова из его языка. Матом ругается и так далее. Потому что нету стыдливости. Поэтому в наше время, когда стыдливости у людей почти не осталось, происходит столько порицаемого и мерзкого. Люди открыто совершают грехи, предаются разврату. То есть плохое, скверное, зло стало для них хорошим. Они хвалятся этим. Все это из-за того, что стыдливость потеряли. Также многие женщины, субханаллах, многие женщины сегодня, к сожалению, также лишили стыдливости. Это без хиджабы выходит. Или, например, красятся, даже если в хиджабе заходит куда-то, она открывает свои руки, кисти рук повыше чуть-чуть поднимает, заходит в магазин, субханаллах, были свидетелем, там с продавцом разговаривает, шутит. Это все из-за того, что потерял стыдливость человек. Также мужчины, к сожалению, наши братья потеряли стыдливости. Сколько женщин, сколько сестер уже жаловались. Подходишь, сестра, ты замужем? Сестра там, аль-хамдуля, что спросил там еще, ну как ты можешь подойти и спросить? Или там, например, там, как тебя зовут, можно ли с тобой познакомиться? Там сестры говорили, субханаллах, мы говорили, молчим, все равно он как бы упрямый. Мы молчим, все равно прямо, даже если некоторые бывали случаи, что говорят, я замужем, все равно продолжает разговаривать, субханаллах. Человек должен знать, что Всевышний Аллах, субханаллах, недоволен этим действием. Как раньше было, там, сестру отправляли, мама там узнавала про их семью. Вот так вот должно это, это все должно беречься, и мы должны своим детям это все передавать, иншаллах. Кто, кому нравится, чтобы с его женой кто-то разговаривал, посторонний человек. Это вообще не присуще мусульманину. Можно ли назвать стыдливым человеком, который толкает своих детей на улицу, где они приобретают дурных товарищей, вступают в сомнительные компании? Можно ли назвать стыдливым человеком, который выпускает ядовитый дым, когда курит в лица других людей? Это нету, субханаллах, нельзя назвать такого человека стыдливым. Можно ли назвать стыдливым торговца, который смотрит тебе в глаза и тут же тебя обвешивает, тебя обманывает? Это нету стыдливости, субханаллах. Поэтому пророк Мухаммад, салаллаху алейкум, сказал истину. Если ты не стесняешься, то делай, что хочешь. То есть, получается, делай, что хочешь, после этого он делает все, что хочет, харамные вещи и так далее. Поэтому стыдливость, вот эта аль-хая, удерживает человека от этих дел. Абу Бакр ибн Абу Дунья, написал у него автор книги Макармуль Ахляк, нравственные достоинства. Он сказал, что кто облачен в одеянии стыдливости, рида, то есть в одеянии стыдливости, то пороков того не увидят люди. Ихтаж ибн Мас'уд, рада Аллаху альху, сказал, что у веры, украшение, что украшает иман человека. Когда человек говорит, я му'мин, я верующий. И что же его веру украшает? Как сказал ибн Мас'уд, зинатуху аттақва. Украшение веры человека – это богобоязненность. Это когда человек поклоняется Аллаху, субханаллаху альху, и предает ему за товарищей страницы греховного, знает, что Аллах, субханаллаху альху, за ним наблюдает. Вот эта вот богобоязненность украшает веру человека, иман человека. А одежда ее стыдливости, рида, это альхая. Одежда, извините, веры – это стыдливость. Украшение веры – это богобоязненность, а одежда веры – это стыдливость. На сегодняшний день, как бы, альхамду лиллях, мусульманин должен, как бы, больше брать знаний, ища Аллах. Стараться, альхамду лиллях, вот сейчас мадарис, есть у нас, альхамду лиллях, школа, мадраса, должен углубляться в знаниях, потому что через знания приходит вот эта вот стыдливость. Продолжение следует...